Итак, доброе утро, Бутертов, дорогие друзья, все, всем привет, привет, бонжур, хелло, так, всем привет, доброе утро, кто на связи, сегодня у нас очень интересный, полезный урок, как и все, в общем-то, уроки Торы, шалом, дорогой учитель, шалом, Лефименко, Антон, Ривка Бентусевич нас смотрит, моя жена дорогая, этот урок посвящается ее полному выздоровлению, ей делали сейчас небольшую операцию, и чтобы было у нее там все зажило, хорошо, без ратышем, Рефуаш лыма, Беток Шарху Ле Исраэль, чтобы было ей Рефуаш лыма, полное выздоровление, и всем болеющим, чтобы было полное, полнейшее выздоровление, чтобы через уроки Торы в мир сейчас пошла, энергия, здоровье, жизни, жизненная сила, Тихо, Тора, это жизнь наша, в Орахе Мэйну, и долгожительство наше, все, дорогие друзья, значит, все доброе утро, шалом, шалом, Татьяна Стоянова, шалом, всем шалом, Рефуаш лыма, все, Рефуаш лыма, правильно, Рефуаш лыма, это полное выздоровление, полное, полнейшее выздоровление, Да, интересно, что, что все, все от Бога, да, все от Бога, и болезни от Бога, и выздоровление от Бога, и все от Бога, а как в этом участвует человек, человек тоже от Бога, и внутри вот есть вот этот божественный свет, как бы, как, я понимаю, что вот мы молимся, как, как будто бы Бог вовне, Но он же не вовне, он внутри, в чистом, в самом чистом виде Бог находится в душе человека, внутри него, то есть, когда мы молимся, направляя свое там глаза, внимание куда-то, то Бога там намного меньше, чем внутри, душа, душа человека, она внутри, как Бог, это душа мира, он наполняет все мироздание, но в разных, в разных своих проявлениях, в разных концентрациях, так сказать, да, То самая высокая концентрация Бога в этом мире, это в душе человека, а где душа? Внутри, вот это вот интересная вещь, и, а раз Бог внутри, так он, как бы, он этот луч, он проходит сквозь сердце человека, и то, что человек получает снаружи, это как раз и есть его, то, что у него внутри, понятно, да, идея? Это очень интересно. Хорошо, все, раз Лилия Берман уже присоединилась, мы продолжаем изучать перте, вот, по учению отцов, где скрыто очень много великой, величайшей мудрости. И мы сейчас продолжаем изучать учеников Раббан Йоханнена бен Закая, был такой Раббан Йоханнен бен Закая, это было как раз, он жил, вот, граница разрушения второго храма. Разрушение второго храма, по официальной версии, он был разрушен в 70-й год нашей эры, вы можете в Витипедии проверить. 70-й год нашей эры, римляне, значит, иудейская война, они самые свои мощные армии направили в Израиль, в Веспасян, там был такой полководец, Тит, в общем, вся вот эта вот их грабительство, эти все генералы, которые, такие бандюганы, бандюганы с, с, пришли они такие, с эти римляне, эти легионы, да, убийцы такие, убийцы, которые все народы прямо захватывали и грабили. И они потом, значит, вынесли все сокровища из храма, и в Риме есть такая арочка, интересный тоже факт такой, недавно я узнал. Но если это триумфальная арка, да, когда римляне несут вот эти вот, ведут пленных, где-то 100 тысяч пленных они привели из Израиля, и колизей, который в Риме построили, это построили израильские пленные, которых они привели, рабы, то есть это вообще нарушение всех прав, и я бы, кстати, я считаю, что как бы римляне должны за это заплатить Израилю какие-то деньги, потому что они, значит, забрали все сокровища, их держат в Ватикане, непонятно с какой радости. Второе, они угнали 100 тысяч человек и заставили их строить этот вот колизей, как раз в 85-м году был построен колизей нашей эры, а в 70-м как раз угнали всех рабов. Значит, и что? Это вот по всем современным законам, это же уголовное преступление они совершили эти римляне. И интересно, что я недавно узнал факт, что когда в 48-м году, значит, в 48-м году, в 48-м году, когда было, он, значит, приняли эту резолюцию о основании государства Израиль, то евреи Рима, евреи Рима, они собрались под этой аркой и прошли сквозь нее в другую сторону, в сторону Иерусалима, что теперь мы возвращаемся, то есть изгнание закончилось. Было изгнание почти 2000 лет с 70-го года по 48-й год, это там 1900 плюс-минус лет. И интересно, римляне же, они распахали Иерусалим, разрушили храм, распахали Иерусалим, евреям запретили там жить и назвали этот город, не помню, как они его назвали, как-то они дали другое даже название, не Иерусалим, вечный город Иерусалим, они как-то назвали его по-римскому. И, значит, евреи Иерусалима во главе там с раввином, они прошли сквозь арку обратно, мы возвращаемся из изгнания, то есть в 48-м году, когда ООН, все народы мира собрались и приняли резолюцию о создании государства Израиль, то как бы официально закончилось изгнание, которое длилось почти 2000 лет. Представляете? Вообще вот это вот, мы живем в уникальную эпоху, в уникальнейшую эпоху, и мы, видя, как сбываются пророчества Торы, мы с Божьей помощью увидим и третий храм, и как Машех придет, и, значит, мы как раз живем в эпоху чудес, реальных чудес. Айфон, возможность сейчас общаться на расстоянии, там сейчас электроавтомобили будут без людей, мы еще с Божьей помощью застанем, как можно будут летать такие мини-вертолеты без людей, без водителей, садишься в него, в мини-вертолет, и оказался там. Силой мысли, сейчас уже идет работа над тем, чтобы силой мысли управлять, там, компьютерами и так далее. В общем, да, они назвали почему-то вечный город Иерусалим Элия-Капиталина. Элия-Капиталина-Капитал. Ну, кстати, интересно, да, даже название Элия-Капиталина, хотя они взяли, изменили Иерусалим, но если взять на иврите, как звучит, Элия, Элия-это Бог, как бы Элия-это Бог мой, и Я-это тоже имя Бога, значит, божественная, божественная столица, да, то есть Элия-Капиталина-это, если его прочитать на иврите, то это столица Бога, то есть, как они ни крути, все равно это осталось вместо Иерусалима. Иерушалим, да. Хорошо, теперь, значит, двигаемся дальше. В этой мишне, что мы сегодня изучаем, это четвертый ученик раби Йоханан бен Закая, который как раз вот вышел из Иерусалима и пришел к этому Веспасяну, и сказал ему, что ты император, а он говорит, я не император, я полководец. А он ему говорит, не может полководец разрушить Иерусалим и храм, это может сделать только император, только царь, так в пророчестве написано. И тот говорит, нет, говорит, я не император, и тут ему приходят прямо гонцы из Рима, и говорят, императора свергли, и сенат вас назначил императором. Такая была история, да. И вот, значит, он передал всю свою Тору, Рабан Йоханан бен Закай, передал своим пяти ученикам, и сегодня три высказывания Раби Шимон бен Натанеля, про которого сказал Рабан Йоханан бен Закай, его учитель, что он ирехет, он боится согрешить, и характеристика его была аруэ этанулат, видящий то, что рождается. То есть он боялся согрешить, его главное качество было нигде не нарушить, и он, значит, видел то, что рождается из всех поступков, и он даже на втором, на третьем этапе, если мог быть какой-то грех и негатив, он, значит, видел это и не делал. То есть если любое его действие потенциально могло принести какой-то грех, негатив, он этого не делал. И он сказал три вещи, значит, во-первых, надо про него несколько слов сказать, значит, были такие, были такие великие раввины, про которые говорилось, что Торато Умануто, что у него, он живет вообще не в этом мире материальном, он живет в мире Торы, то есть его, его мысль, его мышление, оно все время находится в мире взаимодействия со Всевышним, то есть Тора это как мысль Бога, то есть это то, что Бог рассказал о мире, и он все время находился в этой, в Торе, он как бы в этом мире не находился. И такие мудрецы, они даже не молились, они не произносили креатшма, были такие, Раби Шимон Бар Юхай, например, был это, который книгу Зогар записал, и вот Раби Шимон Бен-Атенель, он был из этих мудрецов. Когда он изучал Маасе Меркова, это как Бог управляет миром, то есть когда он заходил мыслю вот в это, как бы колесница мироздания, то есть он заходил в духовный мир туда, где как бы Бог управляет этим мирозданием, до самой высшей уровни, то прямо шли как гром, молния, огонь шел, сгорало все вокруг него, то есть он был совершенно на контакте с Божественным через свою душу, на невероятном контакте, то есть таких людей там уже даже в то время были единицы. И вот Раби Шимон Бен-Атенель, он сказал своим ученикам и нам всем, он говорит, «Аву заирим бекрият шмау бетфила». Авы заир, в единственном члене, он сказал, «Будь осторожен, бекрият шмау бетфила». «Будь осторожен в чтении молитвы Шма Исраэль и в молитве». Значит, сразу даю вводную вещь. Есть заповеди из Торы, которые Бог сказал конкретно делать. 248 повелевающих и 365 запрещающих заповедей. Теперь в Торе есть вот эти вот действия, делая которые, ты соединяешься с волей Бога. То есть он сказал, что это делай, это не делай, ты делаешь это или не делаешь это, и в этот момент ты взаимодействуешь очень плотно с желанием Бога, проявленным в этом мире. Почему оно именно так проявлено, мы не знаем. Но все в этом мире синхронно. И Бог так устроил, что у человека две руки, а не три. И он так устроил, что делая вот эти вот действия, ты с ним соединяешься. И вот среди этих действий есть два действия, которые являются самым мощным и самым ярким соединением с Богом. Это Крият Шма, чтение молитвы Шма. Чтение это не молитва, это отрывок из Торы, который называется Шма Исраэль, слушай Израэль. Бог один, Ашем, Шма Исраэль, Ашем Элокейну. Бог всесильный наш, Бог один, Бог один, Эхад это один, един, то есть все это Бог. Вот это первое, как бы первое высказывание такое. Его надо произносить дважды в день, ложась и вставая, когда ты просыпаешься утром и засыпая вечером. Это как бы начало, это декларация, вот правильно Яков Шатайин сказал, это главная декларация, и потом ее идет разъяснение в трех отрывках. И вот когда ты произносишь эту декларацию, и ты как бы просыпаясь произносишь декларацию, как аксиома, да. И засыпая ты произносишь эту декларацию, три таких отрывка, в которых есть все, ну то есть там есть все как бы о взаимоотношениях человека с Богом в сжатой форме, такая декларация именно, да. И когда ты ее прочитываешь утром и вечером, то ты соединяешься через это с Богом. Когда есть, то есть понятно, да, Шма-Истраэль для евреев это главная декларация о взаимоотношении с Богом. Ее надо произносить утром и вечером. В ней есть абсолютно все, что нужно знать, прям конкретно главное. Теперь и есть тфила, молитва. После того, как ты произносишь Шма-Истраэль, вот эту декларацию, ты должен помолиться. Молитва состоит из 18 благословений, 18 таких кусочков, в которых первые три, опять же, это декларация величия Бога, то есть ты себе напоминаешь о величии Бога. Потом идут просьбы, 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 просьбы о самом важном, что может быть. Молитва эта называется Шма-Истраэль, 18 благословений или Амеда, потому что произносится она стоя, вот так стоишь ровно как столбик и нельзя никуда не двигаться, не отвлекаться, то есть стоишь и произносишь. И последние три это благодарность, то есть вначале идет декларация Бог велик, вообще там, ну то есть три идет декларация, потом просьбы и потом три идет благодарность, благодарность. Ну в каждой, в каждой вот этой вот из 18 частей, 18 это кстати числовое значение жизнь, хай, значит в конце ты произносишь такую фразу, барух ата ашем, благословен ты Бог и такое идет завершение. Когда ты произносишь вот эти слова, барух ата ашем, благословен ты Бог, то ты в этот момент притягиваешь больше вот этого чистого божественного присутствия в этот мир и в свою жизнь. То есть вначале Шма-Исраэль декларация, потом, потом идет молитва, просьбы, но ты каждой просьбой, ты добавляешь вот этого чистого присутствия Бога в себя, потому что, ну главное действие молитвы, как мне очень интересно понравилось, когда-то Равшлом и Вольба, он объяснял, говорит, вот на что человек надеется, когда становится молиться и просить что-то у Бога, на что он надеется. Ведь Бог, он справедлив прежде всего, то есть все, что в мире происходит, это ответ на то, что делает человек. Моя жизнь, это ответ на то, что делал я раньше. Теперь, если я это делал, если я это делал, и Бог мне дал самый лучший, самый добрый, самый точный результат, который мне сегодня подходит, так на что я надеюсь, что я, постояв там пять минут и попросив Бога о чем-то, то есть я сформулировал, там есть одна, всего лишь одна из 18 благословений, есть одно, где ты, Шмак Алену, слышь голос наш, где ты просишь свои личные просьбы, перечисляя, что именно нужно тебе. Так на что человек надеется, почему вдруг, после того, что он попросил Бога, Бог должен дать тебе другую реальность. На что надеется человек? Вопрос? Вопрос. То есть если Бог справедлив, так он все дал мне справедливо. Если я его, он же добрый, добрый, так что он не знает, что я хочу до того, как я ему скажу, тоже странно. И вот мне очень понравился ответ Равшлома Вольбе, он говорит такую вещь, что человек, который вдумчиво и от всего сердца молится, да, то есть он в этот момент, он соединяется с Богом, в этот момент он выполняет повелевающую заповедь молиться, о которой сказал как раз Раби Шимон Бен-Натанель, и в момент, когда он прямо от всего сердца произносит вот эту вот молитву, и потом он ее заканчивает, то тот, кто начал молитву и тот, кто закончил молитву, это два разных человека. То есть сама молитва меняет человека, сама молитва меняет человека изнутри, и в этот момент, когда он изменился, ему уже положена другая реальность, то есть сквозь него начинает больше идти вот эта божественная энергия, и именно то, что он изменился во время своей молитвы, приводит к новым результатам в его жизни. Поэтому очень часто мудрецы советовали, советовали, да, принимать важные решения после молитвы, то есть ты помолишься, ты настроишься на Бога всем своим сердцем, всей душой, всем мышлением, то есть ты как бы включил вот этот канал своей связи со Всевышним, с Богом, и после этого, когда ты вышел из молитвы, подумай над своей жизнью, над своими делами, над тем, какие решения тебе стоит принять. Я, например, ну практически все важные решения в своей жизни я принимал после молитвы, придешь в синагогу, помолишься, все, и потом думаешь, ну как мне поступить? И тебе в этот момент становится все понятно, что надо поступить, как надо поступить, все. Теперь сказал нам Раби Шимон Бен-Натанель в Перте-Авод. Значит, Перте-Авод он сказал так. Будь осторожен именно с крият шмас, вот этой вот молитвой шма, и тфилой, и молитвой шмона эстрея. Он говорит так, смотри. Если ты это делаешь два раза в день, шма эстрея, и три раза в день молитва, на протяжении всей жизни, у тебя 20 лет религиозный, 20 лет я это делаю каждый день, значит, то ты начинаешь это делать, это становится для тебя рутиной, кэвой, то есть ты это делаешь уже как бы, знаешь, на автомате. Молитва такая, быстро сделал, шма эстрея, а сам в это время вообще ни одного слова не понял. То есть произносишь, и ни одного слова не понял. Значит, он говорит, будь осторожен, это две главных вещи, шма эстрея и молитва. И не делай их кэва, не делай их замученными автоматическими такими, как тягостями. Каждый раз это должно быть, как ты просишь милосердия, и ты молишься по-настоящему от своего сердца перед Всевышним. То есть именно это и называется молитва, когда ты включаешься эмоционально в каждое слово, в то, что ты произносишь. То есть у тебя внутри происходит работа и соединение со Всевышним. Шенеймар, киханун варахуму, как сказано, что он, ханун варахум, он милостивый и милосердный, ванихэм аляра. И он даже может смилостивиться на зло, которое человек сделал. То есть если человек сделал зло, то есть он как бы, вначале у него внутри пошло, вот эта вот мыслительная работа в его сердце, в его внутреннем мире есть что-то, что позволило ему во внешнем мире сделать зло. То есть внешнее зло, действие, является уже следствием, это плоды, а корень их находится во внутреннем мире человека. Теперь, если он сделал это зло, а потом он внутри провел работу, то есть он реально, он об этом сожалеет, он об этом переживает, он для себя решил, что он больше никогда не будет так делать. Бог-то он внутри, в душе, он это знает. И когда человек через вот это вот таханун, это как бы он сожаление, да, он об этом сожалеет, то Бог в какой-то момент, он может смилостивиться и простить ему то зло, которое раньше было, это называется чува, раскаяние, возврат к изначальным установкам. Значит, вальте и раша бифне от смеха. И дальше он добавляет последнее, вот третье высказывание, то есть первое, что он сказал, это будь осторожен в креатшма и в молитве. Второе, что он сказал, пусть не будет твоя молитва заучена механической работой, а будет она именно от всего сердца. И третье он сказал, вальте и раша бифне от смеха, не будь злодеем внутри себя. Есть очень много людей, особенно в момент, когда они начинают уже соблюдать какие-то заповеди, они сами себя начинают внутри грызть, обвинять, считать себя хуже других и так далее. И он, который был на самой высокой ступени связи со Всевышним, то есть Рабан Шимонбен Атанель, он был прямо полностью связан с Богом, у него не было ни одной посторонней мысли. И он говорит всем людям, говорит, достаточно шма и сраэль от всего сердца, молитва от всего сердца, делайте это все, что вы делаете, пускай это будет мало заповеди, простые заповеди, делайте это от всего сердца и не будьте злодеями в своих глазах, не думайте, что кто-то выше, кто-то ниже, кто-то лучше, кто-то хуже. Не сравнивайте себя ни с тем, не считайте, что вы злодеи. Бог всех любит, Бог всех прощает, Бог очень, ну то есть он всему миру дает жизнь, поэтому выстрои так свой внутренний мир, чтобы у тебя даже на себя не было претензий, чтобы не было претензий на Бога, на людей. То есть прими себя, прими мир и двигайся дальше от той точки, где ты находишься, двигайся дальше. Самый яркий пример для меня того, как двигаться дальше, это Ник Вучич, который принял свою беспомощность, принял то, что он родился без рук и без ног, и когда он это принял, он понял, что у него впереди еще есть очень много всего, и он женился, четверо детей, стал миллионером, помогает людям, выступал перед миллиард и 800 миллионов людей, и то есть все. Но пока он сопротивлялся тому, что есть, до этого момента у него не было сил, у него была претензия на Бога, на людей, на себя, зачем я родился, почему так. Но в момент, когда он все это принял, и он принял себя, и понял, что вот, ну все, это есть, то в него вошла вот эта вот божественная энергия, он понял, что в жизни еще все для него, все открыто. Все, давайте еще раз сделаем выводы из сегодняшнего урока. То есть всегда надо выделять главное и приоритетное. И в отношениях с Богом главное и приоритетное это шмай, эстраэль и молитва. Там есть все, там есть конкретно все абсолютно, на что надо обратить внимание. Дальше. Во взаимоотношениях с Богом нужно делать это от всего сердца, не делать это заученной механической работой. То есть лучше делать меньше, но от всего сердца, чем много всего непонятно и на механике. И третье. Не будь злодеем в своих глазах. То есть не считай, что ты злодей, потому что зачем так считать? Ты не злодей. Ты не злодей. То есть у каждого есть внутри чистейшая вообще божественная душа. Есть какие-то мысли, которые внедрены в интеллект воспитанием, обществом, СМИ, какими-то непонятными писателями, прозаиками и так далее. И есть действия потом, которые из этого всего прорастают, это как плоды. Так вот нужно посмотреть на свою главную внутреннюю часть, увидеть вот эту чистую божественную душу, с ней соединиться и начать выстраивать все заново через тору. То есть мышление выстраивать через тору, через правильные действия. И тогда собрать урожай потом в этом мире, в мире грядущем. И еще раз напоминаю, мы живем в самое удивительное время, что когда возникло государство Израиль в 1948 году, евреи Рима прошли сквозь арку и вернулись, как бы вернулись обратно. И с Божьей помощью мы увидим третий храм. Все. Удачи, успехов. Напишите свои выводы. Напишите, пожалуйста, свои выводы из урока, поделитесь ими. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Всем пока. У нас сегодня 120 человек, даже больше. Это рекорд. Рекорд. С Божьей помощью соберемся, значит, и будет тысяча человек. Всем божественных благословений. Пусть на каждого, кто учит тору, идет через тору божественное благословение. Каждый, кто любит Бога, чтобы шло на вас вот прям божественная любовь. И чтобы вы это чувствовали. Все. Удачи, успехов, здоровья и гармонии. Всем пока.